ребята всем добрый день мы продолжаем говорить о проекте omnity и в общем-то поговорим про особенности платформы вот ну и также хочу еще отдельно рассказать про white paper белую бумагу да детальное описание проекта ну и бриф то есть бриф это просто таки короткий скажем так план данной платформы но опять же таки сильно подробно разбирать не то не то и думаю что смысла большого нет потому что и white paper и бриф они достаточно объемные white paper видите сейчас в общем-то на своих экранах то есть тут 42 страницы и понятно что разбирать его мы не будем то есть хотя бы покажу просто какие здесь есть главы то есть в общем-то глав тоже очень и очень много то есть даже по описанию понятно что тут в общем-то объемный скажем так пласт информации которые разбирать сейчас мы не будем вот но скажу так что действительно для тех кому проект интересен и кто действительно хочет вникнуть его суть я конечно же крайне рекомендую ознакомиться с белой бумагой здесь самые такие большие подробности указаны также бриф тоже хочу показать то есть брифе как раз таки такая вот сжатая информация и намного более конкретная то есть тут самые такие ключевые особенности как раз таки и указаны поэтому у кого например нет времени до изучать white paper да по каким-то причинам то конечно же тогда можно ознакомиться с брифом тоже это довольно неплохой вариант здесь есть и схема работы проекта омните и его ключевые характеристики описание команды и также в общем-то идет рассказ про то чем данный проект интересен различные ссылки то есть собственно говоря со всем этим тоже можно ознакомиться вот ну и вернувшись на главную страницу мы с вами заметим что указаны тут ключевые особенности проекта то есть что он позволяет коллег то есть проще говоря собирать вот ну собирать можно разные частности допустим тоже информацию до информация по сути это одно из самых главных также коннекта соединения до соединения разных можно сказать сфер вот которые здесь и представлены также протект это защита защита достигается естественно благодаря технологии блокчейн которая сейчас уже начинает повсеместно применяться в мире и в самых разных сферах жизни она используется в частности естественно в финансах но и также discovery bots тоже интересная особенность на которая как раз таки является одной из основных то в проекте омните да и здесь разобранной индустрии в которых она может применяться но если вы смотрели мое первое видео там я это разбирал то есть если вкратце повторить то скажу что это финансы это физические услуги это research и это соответственно защита на то есть это все основное что собственно говоря можно сказать про индустрии применение ну что ж на этом я думаю что можно завершать данный обзор на проект омните я надеюсь что вам было интересно смотреть видео которые я для вас снимал это спасибо за то что их посмотрели и всем пока и до встречи и и и и и